занятия по этической грамматике. Все изучили первый раздел культура общения, и у нас была такая тема порядочность, и сегодня мы по этой теме проведем итогов. Известно, что культура — это совокупность достижения всего человечества в производственном, общественном, умственном, эстетическом и физическом отношении. Основой церкви культуры является уважение к личности человека, нравственным законом и принципом. Известно, что культурность человека и его поведение взаимосвязаны. Мы иногда говорим «культурное поведение человека», а иногда «поведение культурного человека». Давайте разберемся. Как вы понимаете фразу «культурное поведение человека»? Ну, сразу. «культурное поведение человека». Культурное поведение человека. Люба. Так, набирайте очки для своих команд. Чем вы активнее будете участвовать, я имею в виду зрители, студенты групп, тем больше будет очков у вашей команды. Понятно? Они дальше будут соревноваться. Так, Люба, Сергей к тебе обратился, пожалуйста. Как ты понимаешь о вас? Как вы понимаете правду культурное поведение человека? Ну так как мы, как человек, существо общественное, это известно инстанно, то культурное поведение человека будет рассматривать его поведение в обществе. То есть как человек должен вести себя в обществе? Он должен... Он должен вести себя в так, чтобы не избавить различные отрицательные эмоции, сравнивать окружу в своем отношении. А я думаю, что культурное поведение человека — это обучение повседневного мнения. Спасибо. Это поведение человека в соответствии с единым мнением, которое выработало и которое придерживает данное общество. То есть общество, в котором этот человек существует. А как вы думаете, что означает фраза «поведение культурного человека»? «Пожалуйста, извините». «Поделитесь, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете?» «Пожалуйста». «Вопрос поставьте еще раз. «Как же вы отвечаете за поведение культурного человека?» «Поведение культурного человека вызывает тоже одобрение, поощрение, не вызывает отрицательность эмоций у людей. И, в общем, поведение человека, можно сказать, нормального для данного общества. Потому что, допустим, вот вы, даже учащиеся, вы себя считаете культурными людьми? Не всегда, правильно. Потому что вы, допустим, общаетесь в своем кругу несколько иначе, чем обращаетесь и общаетесь с преподавателем или с родителями. А все-таки желательно, чтобы вы были везде и всюду именно культурными людьми. Понятно. Поведение культурного человека. Поведение культурного человека. То есть культурный человек, это будет человек, которому пользуется это культурное поведение. То есть поведение, сидящее в одну руку, с этифическими нормами и не вызывающее отрицательных уходов. Хорошо. Это человек, у которого знание этических принципов, моральных норм общества превратилось во внутреннее убеждение. Он поступает так не потому, что он знает, как надо поступить, а потому, что не может поступить иначе. Знание это, как таковое, ни в коей мере не может выполнить недостаток нравственного чувства. Неразбудженные совести. Приведливо замечают ученые-кодисцы, ставшие. Сегодня на итоговом занятии у нас будут соревноваться команды от каждой из групп. По пять человек в команде от четырех групп. Это будет соревнование. У нас есть жюри, который вот здесь сидит за первым рядом. Это представители от каждой из групп и Татьяна Милова. Они потом посовещаются и сделают свои выборы. А сейчас первый конкурс. Команды представляют, которые участвуют в конкурсе, представляют визит. Название своей команды и небольшое юмористическое возможность или серьезное представление своей команды в соответствии с темой. Порядочность. На сцену приглашаются команды 3-2. Которые команды. Для вас мы гостиньи-кодисцы, мы девчонки-эпикетки. Уважаем эпикет и даем вам всем совет, чтобы в бросах вы не попали и всегда во всем сплескали. Вы должны, конечно, знать, как нужно верно поступать. Саше надо уважать, не беречь, не кричать, не хамить и не ругаться. С ним не надо улыбаться. Если едешь ты в трамвае, а гляни вокруг тебя. Если бабушка хромая, смотря сверху на тебя, ты скорее скинь соседа, место ей освободят. Скажем слово о студентах. Поступил ты в ТПУ. Знаешь точно, в полутру в 8.30 надо встать, заправлять в свою кровать, вещи быстренько найти, их на тело и все пойти. В приблизительном обеде ты найдешь свой кабинет. Вот опять ты и звонок. Следующий идет урок. Но ведь рынок ждать не будет, пока кончится урок. И желудок уж льет, на столовой зовет. Даром времени теряй, быстро сердце растолкай. Вежливо подай талон, покажи свой талон. С вилки с ложками хватает. Нет салат, с других граньями. Главное, чтоб сам сидел и спокойно поел. Отдохнем от дел учебных, от столовых и от книг. Ходим в город погулять, за людьми понаблюдать. Вот на кошельки идут. Друг на семечке хожу. И плюются, кто куда. Вот какая красота. А если мы серьезно будем тему подпускать, то, возможно, для примера, вот, что можем рассказать. Не грубим, не будь сердитым, помыть совсем всегда. И все люди будут тоже уважать тебя тогда. Да, в общем, много проведет. В техах нам не перечислить. Но должны хотя бы это в жизни своей учесть. Наш девичок, манеры поведения для нас на первом месте. А против бескультуры мы боремся все вместе. Мы как раз покажем бескультуре в общественных местах. Азам! 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 Продолжение следует... 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 Наша милиция нас бережет. Я сюда плюну. Субтитры создавал DimaTorzok Пить или не пить? Вот в чем вопрос. Учитесь порядочно. Субтитры создавал DimaTorzok Ученик, который разбил окно, чувствует себя безнаказанным и в следующий раз решит еще более тяжелый поступок, надеясь, что его опять не накажут. Треть восьмиклассников зачитала нравственные поступки старого ученика, их аргументация. Так как ученик, разбежавший окно, имел замечание по поведению, то в дальнейшем его могли бы ожидать неприятности. Например, снижение акценты по поведению. А другой ученик, взяв на себя виновь, овразил того о неприятностях. Значит, он сделал доброе дело. Некоторая часть космиклассников высказала такое мнение. Можно считать поступок второго ученика и нравственным. Разбивший случайное тепло, мог бы понести за это большое наказание. Чем это железо у нас. И это углубило бы его положение. Можно считать поступок одиннадцатым и безнравственным. Так как взрослые должны добраться до истинной и разбившей стекла по нему, подослуженное наказание. Это все зависит от того, с какой точки зрения смотреть на поступок взрослых. Смотреть на поступок взрослых. Вопрос первый. Чья мотивировка поступка вам кажется наиболее верной и почему? Нам больше, мотивировка больше кажется верной. Третье. Это некоторая часть космиклассников, которая высказала такого мнения, что можно считать поступок второго ученика и нравственным, развившись случайное тепло, мог понести это большим наказанием, чем это следовало, и углубило бы его положение. Можно считать поступок и безнравственным, так как взрослые должны добраться до истины и развившись тепло по нему, за заслуженное наказание. Это зависит от того, с какой точки зрения смотрели бы на поступки, и взрослые. И второй, почему это так происходит. Иногда наши воспитанники считают, что мы нравственны на том, что способны защитить однопарника от неправильности учителя. Показываю вам вопрос. Лена пришла в школу в середине 9 класса, и сразу с мамчишкой потеряли голову. Причин было тому много. Лена была красивой, остроумной, одевалась на сухом и училась неплохо. Трудно видеть, почему Лена остановила свой выбор на ловком достичь у Сережи. Он сам другого интереса девочки не появлял. Может, потому и подошла Лена к Сереже и сказала, «Я давно заметила, что мы с тобой живем на одной улице. Жди меня после школы, у меня жил вместе с домом водителем». Лена и Сережа стали другими. С этого времени Сережа очень сильненно. До сих пор учился он... Я не помню слова. Спосредственно. А то вдруг и учиться стал лучше, и весь как-то потянулся. Никто из заказчиков не думал, что уж дружба будет продолжительной, но время шло, а дружба не распадалась. Однако вскоре в отношениях Лены и Сережи все стали замечательные ладные. Вот девочки и мальчики обсуждали на перемене свои дела. «Лена, в субботе... Лена, в субботе сделаешь сам газету», — говорит комсорт класса. «Конечно. Времени в субботу осталось мало. Может, поможет Сережа? Он же не член Веркалегии, и там же у него в этот день занятия, занятия баскетбольной секции. Пропустит. «Что значит, член Веркалегии?» «Для меня он все сделает. Школьный день окончился. В раздевалке полно ребят. Одеваются вместе с другими Лена. «Сережа, подороги!» — произнесла она тон, не допускающим неповиновения. И тут, оборвав на полусолье, разговор с ребятами. Сережа поспешно, словно Паш, берет портфель Лены. «Приручила его Ленка, ничего не скажешь», — говорит с этой ребятами. «Такой парень стал безвозь. Что бы вы предложили?» «Мы посоветовались и решили, если бы в нашем классе в группе, так сейчас, можно сказать, сложились бы такие взаимоотношения между Леной, девочкой и юношей, мы думали, мы бы провели классный чат, который бы назвался... Как? Как бы я знаю, что-то друг друга. И провели бы мы его в такой форме. Ну, естественно, он бы проходил без классного руководителя, потому что такие вопросы должны решаться без него. Как обычно, классный руководитель, ну, не все знают о взаимоотношениях между своими детьми, детьми. Выбрали бы, конечно, мы двух человек, ну, допустим, мальчика и девочки, и подобрали какую-то литературу или рассказ, прочитали его, или можно было бы сделать сценку о взаимоотношениях, или, ну, как... чтобы вы увидели это со стороны. Нужно было просто расценить эту дружность со стороны. И потом сказать, что это можно было сказать, давайте задумаемся о наших отношениях. Если бы это не помогло, то, конечно, нужно было следить какие-то... А это конкретные дружины, да? Ну, вот мы хотим у вас. Все? Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ В четвертом классе ухудшилась дисциплина. Резко упала успеваем. Молодая классная руководительница призвала на помощь родителей. Отец Миши продал беседу с ребятами. Ребята, пора взяться за ум. Ведь у вас до сих пор нет даже стенгодеты. Пора критиковать друг друга в печати и добиваться действенности своих выступлений. Ребята решили создать бесколлегию, в состав которой включили Мишу. Вскоре вышел первый номер газеты «Ежик». В нем была критическая заметка о никоем Сереже, который издает на уроках непонятные звуки, напоминающие лошадиное жаль. Автором этой заметки был Миша. Он пришел из школы с синяком под глазом. «Ничего», – утешает отец. «Когда выступаешь в печати, могут быть разные неожиданности. Не обращай внимания на это. Будь смелым и принципиальным». «Хорошо», – сказал Миша. Потом посмотрел на отца и сказал, «Папа, а ты тоже, я беда, что ты мелишь? Ребята говорят, что тот, кто пишет о своем товарище всякие гадости, тот я беда. А ты ведь тоже пишешь заметки в газету. Ваш вариант – ответа Миша». Мы посовещались и решили, что будь мы на месте обращаем внимание на недостатки своих друзей, тот даже в некотором случае помогает им. Совершенных людей нет. У каждого есть свои недостатки, которые сами они не замечают. И если их друзья не будут им помогать увидеть эти недостатки, то они с ними могут остаться на всю жизнь. Что бывает часто очень некрасиво, как в этой ситуации лошадиное ржание. Значит, Миша должен был поговорить с Сережей и сказать ему, чтобы он вез себя по-иному, не допускал на уроках этого звука. И также отец должен объяснить то, что тот, кто помогает своим друзьям, тот не является ябедой, а является их помощником. Учительница не выдержала и подшла, как и все. Вера Николаевна сказала, что эти ученики не ведут сейчас же в ее кабинет, а на завтра в этой боль будет работать счастье в грамме. А поздавшие не извинились, как будто так и надо, и направились на урок. Вера Николаевна сказала, что, ребята, прошло 9 минут, слава уроку срывается, придется задержать классные перемены на 9 минут. Мы не хотим сидеть на перемене, нам надо в столовой, шумели все, кто пришел в октябре. Товарищ, волнувалась учительница, где же ваш здравый ум? Ведь вы, взрослые люди, должны поступать на столице. Но шумок поддержали и другие, удивляла критическая ситуация. Нам нужно задать нравственную оценку поступков. Мы считаем, что, во-первых, учительница литературы была неправа, задержав учеников на 9 минут. Она как бы украла время у своей коллеги. А дети явились результатом этого, и они опоздали. Но когда они пришли в кабинет, я считаю, что они должны были извиниться. И лично у нас в Украине решили, что студенты не просто не то, что подарили, но они нужны нам, а не учителям. Они бы просто вытесли эти 9 минуты перемене и не запрессировали. Они запрессировали, что это было. Следующее ожидание. Сейчас вам будет надо объяснить, объяснить мы вам великих людей. Так, опять, пожалуйста, там надо пройти. Вытащите вы у нее по заданию. Как вы понимаете, выражение? Слова Толстого. Один из самых обычных и ведущих в самых больших песни, сапланы. Есть сапланы, 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 сапланы. Все, все так сделаны. Как вы понимаете, сапланы? Еще. Как вы понимаете, сапланы? Один из самых обычных и ведущих в самых больших бедствиях сапланы, есть сапланы. Слова Толстого. Где так сделаны? Как вы понимаете, сапланы? Как вы понимаете, сапланы? Да, сделаны все. И поэтому зачастую мы и мы делаем, мы дышаем этот грех. Чтобы отправлять себя, мы предстаем себя в чем-то обвинить других. Хорошо, спасибо. Кто как еще думает? Когда говорим, все так сделаны, по-моему, все это понятия слишком растяжимы. Все, то есть, это ну как. Не делаем ее в конкретии. Если вы делаете в конкретии, то это в институте начинает так сделать. Это понятно. А все? И все осталось быть такими, неожиданными, неожиданными вещами. Следующий. Как вы понимаете, сапланы у жителей, быть может, здесь не человека. И думать о тратии на клее. К чему бесплодно спорят в веках обычаи детства без людей? Быть можно зельным человеком и думать о тратии на клее. К чему бесплодно спорят в веках обычаи детства без людей? Как вы понимаете, сапланы у жителей? Сапланы у жителей. Время на обсуждение закончилось. И я покажу, что Манн вводит свое мнение. Группа 3-3. Подготовить группу 3. Почуточнее, пожалуйста. По части учтивости лучше пересолить, чем недосолить. Сказал Ферман. Еще раз. По части учтивости лучше пересолить, чем недосолить. Сказал Ферман. Ну, значит, мы посвящались и решили, что учтивость – это одна из нормальных этикетов. И это как качество человека. И поэтому в отношении своих близких люди должны быть учтивыми. Но, по нашему мнению, иногда люди учтивость будут с лестницей. И здесь слова Саевантоса… Саевантоса, он подразумевает под этим выражением, что делать больше учтивости для человека. И не нужно отводить это лень. Лучше, в общем, больше делать хорошего людям, чем чем-то их разделять этим хорошим. И, по-моему, еще здесь, извините, слова «относитесь к этим датам». Хотите, чтобы они относились к вам. Группа 3-3. Группа 3-4. 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 Пусть плохо мне, но это не причина, чтобы обнаружить предания людей. Мы считаем, что если человеку плохо или хорошо, то он не должен задавать поводы для того, чтобы создать эти planteи. Человек должен скрывать свое плохое настроение, чтобы другие люди не видели его страдания, плохое настроение, или наоценки он не должен показать ситуацию. Вы должны смотреть на него, просто наоборот, он скрывает свой плохой вид, если он получил плохой оценку, и он скрывает вещь. То есть он дает людям понять, что надо скрывать свой плохой вид и не давать другим чувствовать его настроение плохого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В 14 лет приучать поступки ближнего не позволяет обращать своих собственных. Суворов. Я думаю, вы знаете, что самый великий предок – это гордость. И поэтому, получив от ближнего, вообще ближнего нельзя быть гордым, и получив от него поступки слова характера, нужно их забывать. А на своих поступках нужно учиться, и в будущем их двигать, если они плохие. И так мы будем нарушение сил. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Освобождая себя от соблюдения правил приличия, не значит ли искать средства для свободных проявлений своих недостатков? Это сказал Мастер Скил. Мы считаем, что правила приличия, они появились на протяжении многих исторических веков. Также и правила поведения развивались тоже очень длительное время. И если человек, находясь в обществе, не будет наблюдать этих правил приличия, поведения между людьми, то он не только будет ставить в неновкое положение себя, но и окружающих его людей. И, как правило, в этом и будут проявляться недостатки человека. И недостатки могут быть очень заметными и сильными. А человек должен, по мере возможности, открывать свои недостатки и уже в любом случае не показывать их перед авториями. Поэтому мы считаем, что эти слова верные, как в том далеком времени, так и сейчас. Мы дадим возможность жюри посовещаться. А команды пока немножечко там посидят. Не особый порог, а следствие многих порог. У стола чеславия отсутствия, глупости, раздельствия, 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 раздельствия. Так, главы я. Пожалуйста, почувствуйте саду. Я бы хотела сказать, что, скорее всего, автора у нас ведут то, что это в коротких, но это в коротких. То есть из-за того, что человек не грешил в чем-то, например, он очень слабый, но он умный, но в детстве, как свойство является его неудачливое отношение. Так, хорошо, Светлана. Кто еще, как думает, я хотела бы выслушать свою точку зрения? Да. Девочки, ты где там была или нет? Зазаде беду. Понимаете? Да. Нет больше, что я говорю? Нет, не знаю. Сверху не отворачиваются. Я, в общем, с Светланой тоже согласна. Из-за тех, ну, следующее, что неучтивый скампус забирает все пороги, переключает все пороги в себе ниже печени. То есть это является следствием всех предыдущих порогов. Так, все пока, перезапривайте. Так, все пока, перезапривайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ПЕСНЯ 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 четыре десятых баллов и группа три одесс четыре целых восемьдесят последний конкурсов был наверно самым удачным здесь очень правильный ответ и поэтому получили такие цифры 3 2 группа набрала 4,8 3 3 5 баллов 4,8 баллов 4,4 баллов так, вот сейчас мы идем осложнен на критоге я так понимаю, что первое место заняла группу, наверное, все-таки 3,2 так, следующее место так, девочки, вы считаете одну от в руку, другая другую В среднем 3-2. Так. Очень ровно, когда у тебя взяты очень много. Так, считаем. Ну, 3-2 можно посчитать. Так, группа 3-1. Сколько? 18 ровно. Да. И группа 3-4. Точно посчитаем. 15. 16. 17. Таким образом получилось, что первое место заняла у нас группа самая вежливая, самая порядочная. У нас группа 3-2. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не хотела вам так по такому рангу определить, кто у нас самый вежливый и самый порядочный. Это шутка. Я понимаю, что вы понимаете, да? Вот. Не обижайтесь на меня. Значит, второе получилось. Результат. Давай сюда говорим. Результат получился в группе 3-3. 3-3. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Либо практикует их не на козлетах, а вот во всем правилам. Вот на козле. У нас стынет, вы чай фасы будете. Чай фасы будете. Вот! Я вот че люблю. the 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 И все. Так, вы видите, как я и сталкиваюсь в голову, предложили. Не можете. И потом мы начнем, как я и сталкиваюсь в голову. И еще, 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 и еще. И еще, и еще. И еще, и еще, и еще, и еще, и еще. Приятного аппетита. 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 Приятного аппетита.